Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычная кампания, можно сказать, такая боевая группа. Я представлю... Ну, представление тут не нужно. Я, Гарри Юрий Табах, капитан первого ранга военно-морских сил США в отставке, или, как я выпросил, звание у Михаила Йосича замком по морде, заместитель командира по морским делам. И, конечно же, разрешите мне все равно представить прекрасную нашу примаданну Марию Максакову. Ну, я думаю, это глупо представлять Михаила Йосича. Тот, кто не знает, кто он такой, может сразу сейчас выключить, потому что вам будет неинтересно. Михаил Йосич, здравствуйте, мой дорогой друг! Сейчас я сделаю жест, цитирующий одну фразу из трех мушкетеров. Священникам низшего звания подобает давать благословение обеими руками. Тема диссертации Арамиса. У меня со званиями в последнее время что-то плохо получается, поэтому примаданна – это правильное звание, я думаю. И я уступаю слово для Михаила Йосича Марии, прекрасной Марии. Мария Михаила Йосич сказала, что вы можете ему задавать любые вопросы, так что, пожалуйста. Доброго вечера, мы из Украины. Я счастлива приветствовать вас на Ютьюбе. И, конечно, у меня есть вопрос, это даже не вопрос, а совет. Как нам действовать, чтобы ленд-лист заработал? Значит, я думаю, что людям, которые поумнее, людей поумнее очень мало, очень мало. Стало давно понятно, что Америка имеет, конечно же, свой взгляд на эту жизнь и на эту войну. В интересы Америки и в желания Америки не входит скорейшее прекращение войны. Это абсолютно понятно из темпа и объема поставок в вооружение. От Украины абсолютно не зависит ничего в ускорении этого процесса. Это решается не здесь, это решается не Байденом, который уже не в состоянии решить даже, как расстегнуть штаны, когда ему это нужно. Это решается, условно говоря, глубинным американским государством, которое решает свои незадачи. Но обсуждение этих задач вот сейчас, очевидно, выходит за пределы заданного вами вопроса. Так что здесь не поделать ничего, надо только отдать себе отчет в том, кто есть кто и кто реально делает что. И судить не по словам, слов любой навешает каких угодно, это недорого, а только по делам судить людей, государство, правительство и так далее. Вот как-то и все, и быть готовыми к тому, что положение может измениться, то есть отношение как Европы, так и Америки к Украине в любой момент, как в ту, так и в иную сторону. Потому что там играют в свои собственные игры. Никакого благородства, никакой честности, никакой справедливости для политиков не существует. Они следуют этим понятиям только тогда, когда считают, что это выгодно. С точки зрения доверия своего народа, с точки зрения политического реномея, а самое главное, с точки зрения решения собственных задач, которые облекаются в разнообразные благородные словеса. Вот и все. Этому американскому правительству верить нельзя ни в одном слове. Это правительство лжецов. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, интересно, интересно. Спасибо, спасибо, Михаил. Да за что это спасибо? Ну нет, вообще спасибо, что я попал в вашу компанию в такую, потому что это меня обкультуривает, обогащает. Я хочу сказать, что, вы знаете, меня Бог с одной стороны наградил, а с другой стороны где-то наказал. Я считаю, что я человек из таких, ну, двух, ну, трех, а даже, может быть, трех культур. С еврейской, русской и американской. Я как бы понимаю все эти культуры и понимаю, ну, часто объяснить одно другой культуре не могу. Я не могу им объяснить, почему десантники ломают кирпичи головой, потому что наши десантники отвечают. Мне сложно все это объяснить. Одна из вещей, которую мне было очень сложно объяснить первоначально, это, допустим, ну, сейчас почему-то все сконцентрировались, что я аптекарь, и это очень хорошо, потому что это очень благородная профессия. Да, я закончил фармакологический университет, у меня даже была когда-то лицензия фармаколога. Но я хочу сказать то, что, вот, например, в русской культуре или в советской культуре, когда человек заболевал раком, от него это скрывали, не говорили, родственникам говорил врач. Я ему говорил, все будет хорошо, вы будете жить, у вас все будет нормально, это все чепуха. И скрывали от него, пока человек не понимал, он же болел, да, ему говорят, что все будет хорошо. И он как бы это воспринимал. В американской культуре это абсолютно запрещено, это считается не без этики, это против медицинской этики. Ты должен говорить правду пациенту, какой бы рак у него не был, какое бы сложное стадии, четвертое, пятое, двадцать пятый, ты должен сесть, взять его за руку, смотреть ему в глаза и сказать, у вас рак мозга или у вас рак, там, еще чего-то. Ситуация, естественно, плохая, ужасная. И вот то же самое у нас, у вас, у меня, у Марии, еще у уважаемого Андрея Николаевича, нашего общего друга с вами, со всеми. Такая же получается проблема, когда мы говорим правду, нас обвиняют в трампизме, коммунизме, люди не хотят слушать. А вот этих убаюкивающих тех, которые говорят... Я вас понял. Вот почему это так? Как с этим бороться? Я вас понял, это в порядке вещей. Это все в порядке вещей. Что я могу, мог бы вам сказать по этому поводу? Если у вас есть ко мне вопрос. Как с этим бороться? Почему вот такая разница? Как вот мне, человеку, который из этой культуры, где надо говорить правду, становится... Я уже начинаю путаться. А надо ли это делать? Надо ли это людям знать или нет? Это понятно. Значит, лет пять назад по этому поводу я написал довольно толстую книгу, которая называется «Веритофобия». В переводе с латыни, веритофобия, полулатыни, полугреческого – это боязнь правды. Это около 600 страниц именно о том, как люди боятся правды, избегают правды, предпочитают не видеть ее в упор, а говорить ту неправду, которая им внушна, но самое главное принципиальное – им психологически комфортно. Люди от них не руководствуются своим мозгом, своим пониманием, своими аналитическими способностями, которые в большинстве отсутствуют начисто, в принятии каких-то решений. 98% людей ориентируются на мнение окружающих и действия окружающих. Это те, кем всегда руководят лидеры. То есть лидеры – это так или иначе люди что-то мыслящие. Есть раздел аналитиков, которые все понимают, но ничего не делают. То есть у них аналитическое мышление преобладает над волей к действиям и шажей к действиям. А 98% хотят они действовать или они лентяи. Они слушают то, что вкладывают им в голову. От них больше ничего ждать не надо. Им можно вложить абсолютно все и довольно быстро. Несколько месяцев в современных СМИ, и они во все поверят. И теперь, что касается говорения правды. Об этом говорил еще маркиз Галифакс. Лет 250 назад так примерно, что человека, желающего говорить правду, изобьют, как только он выйдет за ворота. Совершенно справедливо, значит, правда. Что такое правда? И когда я слышу от людей, вроде бы разумно, несу светную чушь, ну как-то вот каждый раз я чувствую некоторое бессилие. Здесь нельзя сделать ничего. Потому что тот, кто владеет источниками информации, тот, кто владеет информационной сетью, тот заказывает и контролирует ситуацию. Никак иначе. Людям, которые ведут агрессивную захватническую войну, можно внушить, что они защищают родину. Людям, которые хотели защищать родину, можно внушить, что они предатели, отщепенцы и негодяи. Людям можно внушить, что маразматик, который путает людей, даты, события, поворачивается не в ту сторону и жмут руки в пустоте, можно им сказать, что это же крупный политик. И они будут верить, что этот маразматик, он действительно политик, хотя он ничто, он вывеска, не более чем. Он картонный муляж, которым удобно заслониться истинному глубинному правительству. Людей можно убедить в том, что тот, кто все делал хорошо, мерзавец, а тот, кто все делает плохо, хороший. И можно им кол на голове десать. Я задумался об этом лет примерно 20 назад, когда столкнулся с тем, что когда Виктор Суворов в ледоколе и дне М изложил абсолютно бесспорную, неопровергаемую картину предшествия 22 июня, то есть началу Великой Отечественной войны в рамках Второй мировой. И как это было и иначе быть не могло, иначе необъяснимо. То есть версии начала Второй мировой Отечественной есть две. Одна – то, что написал Виктор Суворов, а второе – это тот идиотизм, в рамках которого все задают вопрос, как это могло случиться. И тем не менее люди, которые это видят, не желая в это верить, они повторяют разнообразную чушь. У них будто голова отключается. Просто потому, что они не хотят в это верить. Самый простой вопрос. Когда, допустим, вот у классика совершенно, девушка влюбилась в мерзавца. То есть, допустим, он жулик, он сутенер, самый частый вариант, он наркоторговец, он вор, он обманщик. И кроме того, он альфонс, он тянет деньги. И ей говорят подруги, родители, ни в коем случае ты что, не видишь? Он же идиот, ты посмотри, он же мерзавец. Вот посмотри, вот он сделал то-то, то-то, то-то и то-то. Ты понимаешь, что он мерзавец? Она говорит, вы ничего не понимаете. Он прекрасный человек, он оклеветан. На самом деле, все, что он делает, замечательно. Или он был вынужден, потому что я его люблю. То есть, она верит в то, во что она хочет верить. Вот эмоции – это базис, а вот эти рациональные объяснения – это надстройка, это следствие. И вот у людей базис, они хотят быть достойными. А достойные – это вот те авторитеты, которые считаются авторитетами в их среде. Все. И они гордятся той дикой чушью, которую они почерпнули из телевизора и повторяют. И убеждены в том, что они передовые. Если сменить все телепрограммы, все телеканалы, то через три месяца они будут гордиться совершенно иным. Я прекрасно помню, как приблизительно в 70-м году, в начале 70-х, я не помню сейчас точно, был процесс, посадили знаменитого и очень талантливого советского кинорежиссера Параджанова. Сажали его по статье «За гомосексуализм». На самом деле, он перессорился с кучей народу, перевлекать не за что, его посадили за гомосексуализм. Передавали фразу, которую он произнес в качестве последнего слова на суде о зверях. Там все равно статья была, коридор очень маленький. Все может простить советская власть. Но половой член в заднем проходе никогда. Так вот, люди, которые тогда плевались, его проклинали и говорили, какой мерзавец, и как он может, и фу, какой бред, с такой же страстью говорят сейчас. Как вы можете говорить хоть что-то против гомосексуализма? Да вы же пещерный гомофоб. То есть, стаду абсолютно все равно, что повторять. Стаду главное – быть вместе и идти за авторитетами. То есть, тот, кто продуцирует и распространяет информацию, повторяю я, тот контролирует ситуацию. Все. И способ есть внушать людям правду только один – долбить, долбить и долбить в одну точку, как капля на теме, как капля на теме. Потому что иного способа не существует. То есть, они обгадятся до макушки. Они будут жить в дерьме. Они будут нищенствовать. Они станут рабами. И все равно они будут повторять то, что услышали из телевизора и прочитали в интернете. Такова человеческая природа. Спасибо большое. Это потому что многие... Ну, вы знаете, что я думаю. И вы сразу ответили на мой второй вопрос. Как такое может быть, что в моем родном штате, в Пенсильване, и еще в одном штате, где человек больше месяца не появляется на экранах телевизора, не участвует, что у нас называется, в town hall meetings, не рассылает пэнфлосы, не звонит по телефону, и выигрывает в выборах против того, который повсюду ходит, на каждом углу жмет руки, и в телевизоре везде... Ну, простите, великодушно. Ну, какой вы правы, наивный человек. Ну, просто как ребенок, как ребенок, которому дали конфету-пустышку, а он говорит, что дядя Сережа, вы дурак, что ли? Что же такое? Слушайте, тот, кто настраивает электронную машину, тот и выигрывает выборы. Здесь вообще говорить нечего. Все эти штучки, дрючки, необходимо, разумеется, категорически запретить. И все движения в направлении электронное голосование, почтовое голосование, все это продвигают мерзавцы, уступаторы власти, все это жульничество. Потому что голосование должно быть направлено только на одно. Абсолютная прозрачность, абсолютная доказуемость, абсолютная достоверность, точность всех результатов. Вся эта электроника, не электроника, почта. Нету почты, нет электроники. Вот каждый пришел, показал удостоверение личности, взял бюллетень и опустил в прозрачную урну. При всех. Пять человек демократов, пять человек республиканцев, служитель, судья, кто там еще, полицейский, чтобы не было мордобоя. Никак иначе. Все остальные разговоры – это наглое в лоб глумление. То есть это глумление хулигана, который говорит «купи кирпич за пять копеек». Вот это примерно то же самое, понимаете? Здесь нет никакого разговора. Товарищ Сталин это сформулировал еще в начале 20-х годов. Не имеет никакого значения, кто как-то голосует. Важно только, кто будет читать голоса. Ну, боже мой. Но уже у нас мертвые выигрывают. Значит, что нужно поставить республиканцам и всем сочувствующим, не просто в вину, а вот каждого десятого сечи розгами на площади. За два года необходимо было сделать выводы. Электронное голосование должно быть категорически запрещено. Голосование по посте должно быть категорически запрещено. Все участки со всеми потрохами, которые там есть, должны находиться под жестким круглосуточным контролем. И никак иначе. В противном случае Байден – кадавр, ничто, пустое место. Когда Трамп набрал на выборах голосов больше, чем любой президент на выборах за всю историю США, а у Байдена еще больше. Да вы что, с ума сошли? Когда имеются сотни афидовитов, когда имеется черт знает сколько роликов записанных, кто подкручивал эти машины, кто фальсифицировал эти программы, кто это все вставлял. И все это знают. И что говорят люди, которые захватили власть? А надо судить тех, кто в этом сомневается. Я больше скажу, расстреливать надо за сомнения. Как это так? Товарищ Сталин победил 99,97%. Это абсолютно понятно. И самое плохое. Если они хотят сдохнуть, ты их не спасешь ничем, они сдохнут. Так вот, если народ превратился в дерьмо, его уже не спасешь. То есть, если возможен какой-то путь спасения, это никакой терпимости ни малейшей, ни к одному миллиграмму лжи, ни к одному нанометру, понимаете? Никаких этих гомосексуальных браков, никаких трансгендеров на женских спортивных соревнованиях, никакого бреда о полной одинаковости всех рас. Нет там одинаковости. Ну, вы с ума сошли, что ли? И так далее, так далее, так далее. То есть, человек умный, работящий, должен жить хорошо. Человек глупый, ленивый, бестолковый, должен жить очень плохо. Он может сдохнуть под забором. Кто не работает, тот не ест. А если ему что-то кинут из милостыни, пусть говорит спасибо. И никак иначе. Если есть люди, которым нравится, а есть проценты, которым нравится, ни хрена не делать и жить бомжами, эти люди сажаются в достаточно человечные, комфортные и так далее, рабочие зоны. Не работал, подыхаясь голоду, твои проблемы. Ты будешь работать свои часы в день и в неделю. И ты никуда не выйдешь из-за предела этой зоны, потому что никому не надо, чтобы ты вонял, у него под носом это твои проблемы. А в противном случае все сдохнут. Нет альтернативы, понимаете? Вот как-то так. Я хочу сказать для наших, для Ютуба, для нашей свободы слова в Америке в Ютубе, что я абсолютно не согласен с Михаилом Веллером. У нас были самые честные, самые прозрачные выборы в мире. И поэтому, знаете, когда позвонил один еврей в КГБ и спросил, к вам случайно мой попугай не залетал, ему сказали, случайно залетел. Так он сказал, так вот я вам звоню сказать, что я абсолютно не разделяю с ним его точку зрения по политике Советской, Коммунистической партии Советского Союза. Так и я абсолютно не разделяю точку зрения Веллера Михаила Иосифа с тем, что он только что сказал. Поэтому Ютуб, пожалуйста, примите мое это. Позвольте, Гарри, что мне осталось сказать? Это говорил мой внутренний голос, и я тоже с ним не согласен. Я не присутствовала при тех событиях, поэтому ваш, как бы я вам сказать, впечатляющий взгляд на происходящее должен быть мной проанализирован. Я впервые такое слышу. Михаил, скажите, пожалуйста, в связи с тем, что вы действительно не боитесь обнажающей, так бы я сказала, действительности, ведь есть все-таки сила, которая в состоянии противостоять. Важно только правильно делать ставки. Сейчас во Флориде вновь победил на выборах губернатор Де Сантис. Я ему симпатизирую. Мне кажется, что это интересный человек и восходящая звезда американской политики. Я опять возвращаю нашу дискуссию к наболевшему, к вопросу поставок Украине вооружения. Как вы думаете, если бы такой лидер, как Де Сантис, возглавил бы движение по разблокировке Ленд-Лиза, это бы имело успех? Нет. Дело в том, что, заметьте, 20-го числа Джозеф Байден, условно говоря, президент США, прошел ритуал инаугурации. 21-го, с 21-го по 26-е января начались активные военные действия на российско-украинской границе, которые 4 года были абсолютно заморожены. Было тихо, погибало, что тоже трагично, 1-2 человека в неделю, а иногда 1-2 человека в месяц. Человек, у которого есть вот здесь минимальные аналитические способности, соотнесет к агенции разных президентов и события, происходящие при этих президентах. когда тактическая батальонная группа «Вагнера» в Сирии в 15-м году решила захватить нефтеперегонный заводик, где сидел взвод американской пехоты. Их два раза запросили офицера-посредника на той стороне российского. Ваши там есть? Нет. После чего эта группа была размолота в порошок. При этом обе стороны сделали вид, что ничего как бы и не было. При этом до главнокомандующего никто не дозванивался. Это решение принимал офицер на уровне командира батальона. Потому что было армии сказано, задачи свои решайте на месте. Вы получали образование, вы получаете зарплату, вы офицеры, вот и воюете, если надо. И нехрен звонить в Пентагон, понимаете, и в Белый дом по каждому поводу. Это было не при этом президенте, а при прошлом. Летальное оружие начали получать не при Обаме и не при Байдене, а при том, который был между ними. Помощь Украине в три раза увеличили. Не при Обаме и не при Байдене, а при том, который был между ними. Вот тот, который был между ними, все, что делал, все кончалось хорошо. То, что делает вот этот, все, что он делает, все без исключения, что он делает, кончается плохо. Вот хоть из этого можно сделать какой-то вывод или нет. Дело не в Десантисе. Дело в общем процессе, который идет в мире. Процесс этот решается, условно говоря, если пытаться легализовать, в Давосе. Условно говоря, решают процесс люди, первые три тысячи, которые собираются на Всемирный экономический форум в Давосе. А в остальное время они все по своим местам. И все это идет к тому, что опустить жизненный уровень всех приличных стран, все сделать поровну, уменьшить производство. Мы устроим карточный социализм для масс, а диктатура будет верхних трех тысяч. Вот только под этим углом, с этой точки зрения, нужно рассматривать русско-украинскую войну, которая работает на выполнение этой задачи. Потому что в результате, первое, взлетели цены на энергию и снизился жизненный уровень и в Европе, и в Штатах. Это хорошо, это соответствует этому курсу. Второе, убран какой бы то ни было военный потенциал России, там ни хрена не осталось. А кроме того, Украина сейчас, вот представим себе, вот сейчас наступил мир. Украина настолько пострадала, столько разрушена, такие пари в экономике, что сейчас тот, кто предоставит достаточно объемную промышленную экономическую помощь Украине, будет заказывать музыку, потому что выживать как-то надо. А третье, военно-промышленный комплекс получает свои прибыли. Военно-промышленный комплекс всегда получает прибыли, когда у него государство получает вооружение. Так что вопрос, давать Украине оружие или нет по ленд-лизу, это абсолютная частность во всем этом процессе. Этот процесс надо понимать. Про фоколи прошлого президента вот теперь все огребают, а вы несчастные больше всех. Думать надо было. И сейчас не поняли. И украинское правительство в Киеве ни хрена не понимает. Когда не понимало, и сейчас не понимает. Вот люди, которые, ну скажем так, далеко не все, но часть какая-то, вот во главе с Зеленским условно говоря, людей, преданных, благородных, патриотичных, они не понимают, что в мире происходит. А своего ума к другому не вложишь. Вот какая история. Да. Вы сказали задать вот какой вопрос. Мне кажется, что в таком ключе, как вы интерпретируете военные события, вы как-то снимаете вину с россиян, которые напали и поддерживают эту войну, с Путина, который ее развязал, который в моем понимании является маньяком и преступником. И весь российский народ, который ему аплодирует, соучаствует в этом преступлении. Я думаю, что не стоит снимать с них, так сказать, ответственность и говорить, что все решено в Давосе. Как-то это вот мне так показалось, прозвучало. Дорогая Мария, пожалуйста, не будем друг другу подменять контекст. Вы меня не спрашивали ни про Россию, ни про Путина. Вы меня спрашивали, если десантин станет президентом, может ли он, допустим, разморозить Ленд-Лиз, хотя это дано президенту, пойдет ли оружие, и возложили это все. Михаил, не так, простите, не так. Я не хочу дожидаться, пока он станет президентом. Я хочу, чтобы он уже сейчас сказал свое слово. Имеет ли смысл к нему обращаться? Во-первых, вы не говорили, может ли он сказать это слово сейчас, и стоит ли к нему обращаться. Это вы сказали сейчас. В прошлый раз вы этого не говорили, при всей моей любви и симпатии к вам, первое. Второе. Скажите, пожалуйста, а что может сделать губернатор, когда этот вопрос решается на уровне официально Белого дома, а не официально глубинного государства? Мне, например, даже не мог прийти бы в голову вопрос, что может сделать Десантис, потому что, разумеется, он не может сделать сейчас, но сейчас абсолютно ничего. Он губернатор. Совершенно верно. Он губернатор штата. Это не его уровень. Это не его уровень и не его компетенция. Другое дело в том, что совершенно понятно, кто начал войну, кто агрессор, у кого снесло крышу, и чьи руки в крови. Здесь нет у нормальных людей двух мнений. Здесь все абсолютно понятно. Вопрос. А чего это летали? Все эти директора ЦРУ, все эти замгосдепов, перед этим к Путину. Они о чем говорили? Говорили они о чем? Спрашиваются в задаче. А почему это, когда нападение началось, Байден сказал Зеленскому, что я готов предоставить вам транспорт для того, чтобы вы могли бежать? Скажите, пожалуйста, а почему? А почему такая странная фраза? А почему он заранее был убежден, что вот так пойдут дела, что Зеленскому пора бежать? А такой вопрос – это уже провокация к бегству. Понимаете, какая история? Здесь сейчас у России о Путине говорить – это пустое место. Потому что сейчас абсолютно все, кто недовольны ситуацией, говорят, что Путин – это негодяй, убийца, сумасшедший, маньяк, а Россия – гадский, поганый агрессор. Это можно повторить в стомиллионный раз. В этом не будет никакой новости. Это заявление не несет никакой информации. Хорошо, Михаил, но тогда давайте еще вот один вопрос, который тоже, наверное, очень существенную роль играет в этом общем пазле. Как вы думаете, общее недовольство Путиным когда-нибудь дорастет до того уровня, ну, в обозримом будущем, чтобы он был вынужден наконец-то прекратить эту войну? То ли это будет путем его смены, то ли естественные причины, независимо сейчас от того, как именно. Либо он сам придет к выводу, что он проиграл, и надо капитулировать и отвезти все оккупационные войска с украинской территории. Любой способ. Ну вот придет ли эта точка кипения народная к такому уровню, когда он будет в любом случае вынужден это сделать? Значит, кипения народного не будет, дело не в этом. Дело в том, насколько у него в плане государственном, военном, у него успешно или неуспешно пойдут дела. Насколько они пойдут успешно или неуспешно, будет зависеть от того, какие санкции на Россию будут наложены и будут поддерживаться Европой и Соединенными Штатами, ну, Канадой, Австралией и так далее. Какая помощь будет получена Украине? Какие отношения будут у Европы и у США со странами, которые помогают сегодня России, например, с тем же Ираном? То есть Иран давно должен был сидеть в стопроцентной экономической блокаде, в полной, до тех пор, пока там не будет вот этого вот совершенно мракобесного, средневекового террористического режима. С ним цацкались и цацкались, как все вопили, когда Трамп вышел из этого дурацкого соглашения и стал прессовать Иран. И что сейчас с Ираном и так далее, и так далее. Что у нас происходит с Северной Кореей? За счет чего существует Северная Корея? За счет Китая. Если бы не было Китая, давно бы сдох этот режим Северной Кореи. Северная Корея – это та булавка, которую Китай колет взад западным миром и кормит Корею. Ему это недорого обойдется. Она, по сравнению с ним, небольшая. Теперь Северная Корея посылает боеприпасы России. Все вот эти вещи надо учитывать. Как пойдут дела, понимаете? Насколько много, повторяю, оружия получит Украина? Потому что здесь есть один аргумент, полезный иногда знать историку. Когда неизмеримо меньшими силами, чем противник, Ганнибал бил римлян в Италии и попросил Карфагена подкреплений, то союз старейшим, они там все подыхали от зависти к его успехам и к бога своего рода, ответили, эта фраза вошла в анналык. Ты и так побеждаешь. Зачем тебе пополнение? Через 40 лет не существовало Карфагена. Так вот сейчас, вот эти вот ребята, ждите ответа. Вы и так побеждаете. Зачем им еще оружие? Это всегда нужно предвидеть. Вот понимаете ли, какая вещь. Так что я понятия не имею, чем это может кончиться, потому что революции никогда не происходят снизу. Революции всегда делаются наверху, и они могут только использовать народные недовольства, чтобы вкинуть в народ свою информацию и направить народ в нужном им направлении или правильно для себя использовать народные волнения и движения. Народ без революции сверху ни на что не способен. Вот буквально неделю назад, я это говорю, неделю назад примерно состоялся съезд российских депутатов в изгнании под Варшаву. Я помню, что там был Гудков, с которым мы хорошо знакомы, очень славный мужик. Там была Елена Лукьянова, умный человек. И там был, господи, ну этот черный порос, я все время забываю, как его зовут. Ну, неважно. Который канал «Утро февраля», омерзительный тупой канал. Вот, бог себе. Илья Апономарев. Да, значит. Ну, там не было Марии Макалов. Они ничего не решили. Они ни о чем не говорили. Они еще раз показали себя, как абсолютные пустоболты, которые не в состоянии даже поставить задачу. Таким образом, вот с таким вот народом, и с такой вот оппозицией, Путин, что Путин уйдет? Если Путин и сковырнет какая-либо дворцовая сила, то она его сковырнет. Если у него кончится здоровье, то оно кончится. А чтобы он сам вот так вот уходил, он сейчас работает в направлении заморозить этот конфликт хоть навсегда, а там наводить порядки. Я не могу сказать, что из этого выйдет, потому что ни один человек в России не может сказать, что из этого выйдет. Страна настолько разворована, страна настолько коррумпирована, в стране настолько не могут сейчас производить ничего, но когда Америка рекомендует своим банкам продолжать сотрудничество с несколькими банками, они же все продажны насквозь, надо на это делать поправку. То есть, я не могу делать это. Михаил, я вот, например, решила для себя, что не могу принять участие в том съезде, хотя бы по той причине, что если за меня действительно и голосовали люди, то на определенный срок моих полномочий. Я считаю, что каденция, которая истекла, она истекла. Я не считаю, что можно навязываться таким образом в текущую повестку. Более того, я симпатизирую тем, кто сейчас имеет мужество и отвагу, там завоевывать симпатии. То есть, есть Ройзман, ну и Илья Яшин. Есть люди, которые не боятся и сейчас ведут эффективную, насколько могут, политическую борьбу. Я думаю, что вот они действительно делают дело. А из-за границы припоминать какие-то там свои бывшие полномочия, это, мне кажется, не вполне логичным. И, наверное, в связи с этим нету и требований, понимаете? Они не выходят логически из положения. То есть, если у меня есть права, тогда я могу требовать. А какие это права? Но это такое. Про этот съезд посмотрим. Я, ну как быть, вам сказать, не осуждаю никого. Я думаю, что в любом случае повестка, она важна. Главное, чтобы она была. И главное, чтобы она была достаточно острой. Вы сказали, что снизу нет. Ну, тут история просто на вашей стороне, поэтому я ничего не буду тут добавлять. Скажу только, что мне кажется, что вот для той верхушки или там, может быть, ее назвать какой-то псевдоэлитой, у них сложилась ситуация, к которой они, как я думаю, всю жизнь не готовились. То есть, пока они вывозили за рубеж своих любовниц, жен, семьи, покупали виллы, там спрятали на так называемом загнивающем западе свои активы. Они, наверное, ведь хотели жить совсем другой жизнью. Вот они вряд ли подписывались под то, во что их теперь втягивает Путин. Поэтому у меня больше как-то кажется, здесь надо, наверное, искать развитие событий. Я думаю, что люди, которые хотят усидеть у власти, также ищут. Здесь возможные варианты развития событий с тем, чтобы их прочно блокировать и купировать на корне. Совершенно естественно. Все эти люди находятся во власти, скажем так, условно, кремлевского правительства. У всех этих людей можно в любой момент отобрать все. И все эти люди находятся под угрозой, условно, скажем так, уйдет Путин, произойдет полная смена власти, ну, вариант пусть самой мягкой революции, вас разденут до последней нитки, и вы подохнете в тюрьме. Потому что вам, поэтому в ваших интересах продолжать всеми силами поддерживать стабильность этой власти, потому что если вот опрокинется эта власть, и придут к власти вот такие депутаты, вы будете нищими за решеткой, поняли меня? Поэтому делать то, что я сказал. Вот примерно так обстоит дело. Это понятно. Теперь смотрите, в любой ситуации всегда есть все равно какая-то инициатива. То есть мы сейчас посмотрели, как будут действовать другие. Но я категорически против считать, что мы должны только наблюдать за действиями других и считать, что совершенно не можем влиять на ситуацию. Я убеждена, что правильно сформулировав свои цели, вполне можно их достичь. И найти, пускай сейчас не одну большую какую-то стратегию, но хотя бы поделив ее на реалистичные шаги, можно добиваться успеха. Наша задача, ну во всяком случае, так мы пока вот, надеюсь, что вы примкнете к нашему такому кружку. Это, конечно, все-таки... Ну, Ленд-Лиз, понятно, мы обсудили, это было бы лучший из вариантов. Но все-таки главное, чтобы у Украины было вооружение. Главное, чтобы ей было чем сражаться. Потому что героизм и профессионализм вооруженных сил Украины вызывает восторг по всему миру. Это все так. Но цена очень высокая, понимаете? Потому что не хватает вооружения. Вот, я думаю, надо сконцентрироваться в таком случае, вот в этой точке. И все свои усилия направить туда. Я знаю, вы прекрасны в разных смыслах, дорогая Мария. Вы могли бы назвать хоть какой-нибудь конкретный вариант единую нить таких конкретных действий? Потому что в общей форме, в абстрактной, то, что вы сказали, совершенно бесспорно. И я полностью подписываюсь под вашими словами. Но дьявол всегда коренится в деталях. Что конкретно, хоть что-нибудь, вот конкретно, что вы предлагаете делать? Вы? Я зарегистрировала петицию на Change.org под названием... Это такая известная платформа большая, где смотрят все петиции, в том числе в Америке, очень популярная платформа, где призываю подписываться под ней. Там написано «Остановите геноцид и разблокируйте ленд-лиз». Это письмо, которое обращено, конечно же, к главе администрации Белого дома, то есть президенту Байдену. Но если там будет много подписавшихся, я так понимаю, что эта петиция все равно рано или поздно дождется своего рассмотрения. Это то, что сделала лично я. Ну и считаю, что таких инициатив должно быть больше. Как вы думаете, по результатам последних президентских выборов в Америке, когда, я так припоминаю, 81 миллион американцев проголосовал за проигравшего якобы президента, им ничего не удалось сделать? 81 миллион американцев, если по чести и совести рассматривать графики в так называемых ситуационных проблемах в спорных штатах, то графики голосований там с ночной остановкой машин противоречат математическому анализу, противоречат законам статистики, противоречат всей практике, предшествующей 250 лет. И тем не менее, они были в наглую засчитаны. 81 миллион американских граждан. Вы всерьез думаете, что подписавшие вот эту петицию в интернете способны повлиять на решение глубинного государства Америки. Я, к моему глубочайшему сожалению, все, что не позволяет мне вот разделить эту уверенность. Поясню. Смотрите, то, что вы описали, это ситуация, которая угрожала лично Байдену. Поэтому, конечно, он сопротивлялся. По какому лично Байдену? Она угрожает всему миру. Мария, вы простите, дорогая. Михаил, подождите. Вы меня спрашиваете, почему... Речь сейчас идет о том, что сегодня и сейчас происходит в Украине. Какой Байден? О чем вы говорите? Та ситуация, о которой вы говорите о спорных штатах и все прочее, это ситуация, которая никаким образом не хотела быть... Он не хотел ее рассматривать. Что касается Ленд-Лиза, это частность. Стоп, стоп, стоп. Кто не хотел рассматривать? Михаил, еще раз. Вы привели пример. Ситуация, которую он не хотел рассматривать. Кто он? Михаил, вы привели пример, когда все усилия 81 миллиона человек не увенчались успехом. Я пытаюсь вам сказать, что их цель не совпадала слишком радикально с целью тех, кто находится в Белом доме. Поэтому я не хочу брать это как пример. Этот пример нам, вот сражающимся за вооружение для Украины не подходит. Мария, что вы говорите? Белый дом был не за демократами. Белый дом был за республиканцами, когда проходило голосование. Сейчас я хочу... Минуту... И результат этого голосования мгновенно сказались на войне в Украине. Я повторяю, 21 января они сказались на войне в Украине. Понимать можно? Ну что вы, дорогие мои, умели? Михаил, давайте еще раз, извините. Вот один момент. Смотрите. Ситуация с Ленд-Лизом, она не является настолько краеугольной, что если бы мы по-хорошему занимались все вместе вопросом разблокирования Ленд-Лиза, я думаю, что администрация Белого дома уступила бы. Понимаете? Не настолько это критично для них. Мария, я могу тебя обрешать. Зачем она бы вам уступила? Зачем? Какой ей... Скажите, вы соберете 10 миллионов подписей. Ну и что? Ну и что? Какие у вас вообще такие влияния? Какое им дело до ваших подписей? Объясните мне. Вы набрали 100 тысяч, 100 миллионов подписей. Какое им дело? Как вы можете на них... Можно я отвечу? О демонстрации. Можно я отвечу? Можно я отвечу, Мария. И что? Походите все на демонстрации. Простоите сутки, потом вам понадобится туалет и попить и поесть. Ну вышли вы на демонстрации. Режимите вы на улице. Ну и что? Смотрите, Мишаил, можно я добавлю? Дело в том, что если мы бы массово в этом участвовали, в Америке часто вот такие массовые демонстрации, массовые протесты, это было в 50-е, в 60-е годы, они меняли структуру политики. Почему? Почему они... Стоп, Гарри, стоп. Здесь сейчас принципиальный момент. Я прошу вас вдуматься и мне ответить. Почему? Почему? Каким образом они меняли политику? Они меняли политику, потому что много было причин, одна из них, я часто об этом говорил. Поставайте, конкретно, есть конкретный ответ. ответ в том, что в моем опыте, в том, в чем я окружен, это было, что мы говорили своим избирателям, кого мы избирали, если вы не поменяете свои действия, мы вас поменяем. И так работало в Соединенных Штатах Америки. Мы выходили на улицу чернокожих, евреев, эти водители, гаммунистокалисты выходили, и менялась, менялась политика. Сегодня что мы видим? Даже сколько нас не вышло? 81 миллион. Петиции мы подписали. Все равно мы по сегодняшним выборам видим, что это не сработало. Два мертвых человека, мертвых, были избраны. И ничего страшного, никто не протестует. Что, что, что? Ну что, я это знаю все. Ну что? Угроза того, что в следующий раз за них не проголосуют. Получается так. Угроза в том, что... Ребят, позвольте, я сам скажу. Потому что вы мне ничего не ответили. Когда в свое время в Америке толпы выходили на улицы, а хоть когда толпы погромщиков, безнаказанные погромщики выходили на улицы городов, то тем самым определенные политики на разных уровнях от, понимаете ли, судей штатов, от судей округов и до сенаторов, и до сенаторов, и конгрессменов использовали и трактовали эти народные волнения в свою политическую пользу и опираясь на факты вот этих вот волнений, эти факты искажая, эти факты подворачивая в своих интересах, достигали своих собственных целей, в своих интересах, которые частично-частично шли под действием вот этих вот волнений. Чтобы вам было понятно, делается все равно все наверху, они вас используют для того, чтобы делать свое. И вот если вы подписываете эту, вы понимаете, петицию, значит вы должны подумать, кто из политиков на каком уровне использует это для своего интереса. Кто те люди конкретно? Да, Михаил, да. И я выбрала и я выбрала Де Сантиса, поэтому с этого и начала. Де Сантис некомпетентен в этом, это не его уровень, понимаете вы, нет? Он губернатор. Хорошо, давайте продолжим давайте продолжим эту мысль. Я могу ошибаться с кандидатурой, давайте найдем тех, кому это может быть интересно. Вот сначала найдите, потому что, когда вы думаете, что губернатор штата может влиять на Госдеп или Министерство обороны или канцелярию президента, дорогая красавица Мария, вы говорите о том, что вы абсолютно, ну, вы не в курсе, вы не в курсе элементарной арифметики, а зов того, как устроена эта политика. Ну, буквально, а давайте мы скажем губернатору, и он что-то изменит. Ну, это же не Флорида помогает Украине, правильно? Это другой уровень, Мария. Можно я спрошу еще один вопрос? Тут, конечно же, оружие необходимо Украине. Мы с Марией единомышленники абсолютны, что нас додать как можно больше оружия, как можно скорее наступательного оружия, тяжелого оружия для Украины. Я считаю, что критиковать Украину сегодня неуместно, потому что мы все должны ее поддерживать в ее борьбе против агрессии. Но я считаю, что сегодня, как вот Мария сказала, все восхищаются вооруженными силами Украины, я как военный человек тоже даю им пятерку с плюсом. Но в моем окружении, в моем мире, Михаил, люди очень разочарованы с дипломатией Украины. Потому что Украина уже два раза по какой-то причине, от которой ей ничего, пользы никакой не приносит, кроме вреда, два раза подряд в ООН проголосовала вместе с Россией, вместе с Белоруссией, Сирией и Ираном против Израиля. Против, в принципе, существования Израиля. Два раза подряд. Конечно же, Израиль, и потом обижаться на Израиль, что он нам не помогает или еще что-то. Но у нас в Соединенных Штатах Америки огромная еврейская диаспора, которая очень влиятельная. И которая, кстати, влиятельна 70% из них демократу. И о том, может быть, и больше. И сегодня в моем окружении они мне утирают нос. И это практически меня, и моих товарищей в Украине по единомыслях связывает нам руки. В принципе, они говорят, что мы хотим те деньги или ту помощь, которую мы уже давали. и мы хотим ее обратно. Нам ее вернули, потому что Украина голосует своими врагами против Израиля. Дорогой Игорь, значит, насколько мне известно, в Украине во время той же Великой Отечественной войны было приблизительно 6,5 тысяч праведников, а может быть, больше, ну, около 7 тысяч. То есть праведники, которые по терминологии Израиля, Холокоста, люди, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев во время от Холокоста и Игонии. Около 7 тысяч. А уничтожено было евреев на территории Украины по разным типам. От 900 тысяч до 1,6 миллиона. То есть на одного спасенного 100-150 убитых. Убиты были эти 100-150 на одного спасенного на 95% украинскими полицаями. Немцы редко сами занимались расстрелами. Для этого были части местных изанцкоманд, вы понимаете, местных СС и так далее. Разумеется, за это никто и близко никогда не собирался приносить никаких извинений, о чем вы говорите и прочее. К моему величайшему сожалению, все евреи, которые касались Украины в советское время, вот во время Хрущевская, Брежневская, Застойная, знали, что из всех республик в Советском Союзе Украина была самая антисемитская. И с Украины ехали поступать в Ташкент, в Воронеж, понимаете, в Алма-Ату, в Новосибирь, потому что они знали, что не поступят они на Украине, понимаете, дело с этим. нужно отдавать себе в этом отчет. Когда говорят, что посмотрите, президент Зеленский, еврей, вот посмотрите, журналист Гордон, еврей. У каждого пана в свое время в Польше, не у каждого, только у двух, из трех, был свой еврей. Не потому, что он его любил, он его за человека не считал, а потому, что еврей ему деньги делал. Он арендовал корчму, он арендовал и церковь, тоже все это было и так далее. ИПАН через него получал деньги. Он был полезный жид. У меня нет никакой уверенности в том, что так или иначе Украина сохранит свою независимость и все утрясется и пройдет время и не вернется тот самый родимый антисемитизм, который на Украине был всегда. Я отвечаю... Михаил, разрешите я вам возражу только по той причине, что я в Украине. Позвольте, я закончу, а потом я, разумеется, буду слухать вас, вот сколько вы скажете, и вы хозяйка и отвечать на все вопросы. Понимаете, какая история? Так вот, здесь нужно для себя понять, что это решает министр иностранных дел господин Кулеба. Это решает тот, кто в канцелярии Кулебы отвечает за представительство ООН. Это решает ответственный представитель ООН. Но прежде всего Кулеба. Если эти люди придерживаются этой линии, то с них значит и спрос. Но что можно гарантировать после этих двух демаршей Украина очень много потеряла, очень много потеряла в моральной поддержке. Потому что, когда Украина голосует за то, что Иудея это не Израиль, но при этом желают утверждать, что Украина, то есть, что Крым это Украина, она в ответ ничего хорошего не получит. Нужно отдавать себе в этом отчет. Как аукнется, так и откликнется. Здесь никаких случайностей больше быть не может. Раз и два. Мне очень жаль, что Украина придерживается такой политики. Но когда я с этим сталкиваюсь, да такое мне до всего этого дело, в конце концов. Это ваше. Михаил, позвольте мне из Украины... Вопрос у меня был в том, что сейчас, когда Украина изливает кровь, зачем они это делают? Смысл? Можно я просто уже попросила в очередь? Я должна сделать несколько вот просто сейчас важных слов сказать. Смотрите, я в Украине нахожусь уже седьмой год и близко, и близко никакого антисемитизма не ощущаю. Мой дедушка, ну, пускай не родной, но он Макс Шварц. Все прекрасно знают, что основатель моей династии. Это еврей из Черновцов, который взял себе фамилию Максаков. Его любят, его чествуют, ко мне относятся прекрасно, всех евреев, которых я знаю, тоже любят, и этого близко просто нет. Дальше. Что касается праведников мира, вы сказали, что цифры несопоставимы, а давайте лучше посмотрим на то, что Украина входит в пятерку стран, где больше всего было праведников мира. То есть в Украине было больше, чем во многих многих других странах. Вы сейчас говорите о сопоставимости чисел, но Украина в пятерке тех стран, где было больше всего праведников мира. Поэтому я не вижу вообще даже признаков вообще никаких антисемитизма в Украине, которые я наблюдала в России много. живя, хотя безусловно в интеллигентской среде и так далее. Очень часто было такое, что сидим все за столом и все, а когда кто-то уходит, начинается шушук и не очень неприятное за его спиной. Вот этого в Украине нет. И это я вам говорю ответственно. Второй момент. Почему теперь такие голосования не исходят из какого-то, как вы думаете, как вы описали, природного такого явления. Нет. Я прошу прощения, дорогая Мария, вы можете без меня изложить свои взгляды. Все, что вы мне скажете, я слышал много раз и знаю заранее. Мне очень приятно на вас смотреть, но то, что вы говорите, я сто раз давно знаю. Для чего вы сейчас говорите это мне? Вы хотите мне что-то новое сказать или меня в чем-то переубедить? Если мы говорим для телезрителей, вы меня пригласили, я изложил свою точку зрения, могу не излагать. Вот я хочу спросить вопрос, Мария, это вопросы к вам и к Михаилу. Зачем? Я не понимаю. То, что там антисемитизм есть, был и будет везде и в Соединенных Штатах Америки. У нас больше антисемитизма сегодня в Конгрессе со сквадом, с четырьмя девушками, чем, по-моему, во всей России и Украине сегодня вместе сложно. И в Израиле есть антисемитизм. Гарри, но народ, в котором антисемитизм вот такого уровня, о каком вы пытаетесь сказать, не голосует 73% за президента еврея. Это невозможно. Вы понимаете, что народ проголосовал и любит своего президента? Можно я закончу мой вопрос? Хорошо. Опять же, вы ни мне, ни Михаилу ничего нового не сообщаете. Мы прекрасно знаем, что 73% украинцев проголосовали за открытого еврея. Это все понятно. У меня другой вопрос. Если вы только сконцентрируетесь и попробуйте ответить на мой вопрос. Сегодня мы откладываем историю, мы откладываем антисемитизм в сторону. Сегодня Украина проголосовала пусть будет не Израиль, пусть будет Чучмекия. Поголосует против страны, которую поддерживает Соединенные Штаты Америки, Канада, Европа. Она голосует против своих союзников. Польша проголосовала за Израиль, Чехия. Все большие союзники сегодня Украины проголосовали за вот эту Чучмекию. А Украина голосует против Чучмекии, никакой пользы себе в этом не принося. Два раза она это делает. Я изучила, Гаррия. Я этот вопрос изучила. Мария, 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 подожди, пожалуйста, я вас спрашиваю. Вы мне ответьте, сколько жизней это теперь будет стоить Украине, сколько крови в Украине прольется из-за этого, сколько помощи Украина не получит ни от своих соседей, ни от Соединенных Штатов Америки, ни от Израиля, или извините, Чучмекии. Зачем? Кто это сделал? Это провокация, это подрыв Украины, это российские шпионы. Кто? Зачем? Смысл? Каков в этом? Потому что сегодня из-за этого погибнут люди на фронте, потому что они не получат то, что им обязаны дать. Зачем это сделано? Министерством иностранных дел Украины. Насколько мы восхищаемся вооруженными силами Украины, настолько я возмущен Министерством иностранных дел. Объясните, зачем смысл в этом погоде? Можно я скажу? Да, конечно. Смотрите, мне очень больно и стыдно, что так произошло во второй раз. Мы с вами, Гарри, делали передачу экстренный наш выпуск, когда это произошло в первый раз. Я была уверена, что этого больше не повторится. Я даже приносила свои извинения, хотя понятно, что я на это наверное не коплю. Сколько жизней будет это стоить, Мария? Гарри, я изучила риторику всех, кто ответственен за это решение. И дело все в том, что я удивлена, очень удивлена, что отдельные люди, такие как посол Украины в Израиле, по какому основанию или почему, вернее, вы можете прочитать его биографию, вы будете тоже удивлены. Этот человек формирует данную позицию. И более того, он еще и продолжает говорить, что мы так делаем уже 20 лет, как будто за эти 20 лет не было изменений. и сейчас нету... Вообще нужно было бы пересмотреть все, что было сделано раньше, почему вот так сейчас происходит, как происходит. Этот человек говорит, что вот мы так делали раньше, и к нам никто не подошел, и нам никто не сказал, что надо что-то поменять. Почему? Я вообще была удивлена, просто крайне удивлена этому. То есть он взял на себя ответственность за это голосование, фактически сказал, что это вот было так сделано, потому что делалось так раньше. Почему его не остановил представитель в ООН Кислица, не знаю. И главное, почему они это сделали во второй раз, а вот теперь я вам скажу важное. Дело в том, что вот мы начали с вами эту тему, у нас мало просмотров было даже на этом ролике. Не понимают люди, вот не понимают. Понимаете, какой-то ООН где-то голосование смотрит, там вроде много стран голосуют, ничего не понимают, кто-то им что-то объясняет. Нету достаточного внимания к этому. Это крайне важно, это очень важно. И уверяю вас, что если бы спрашивали украинцев, просто на улице шли бы и спрашивали, как вы считаете, надо поступить в данном случае, конечно же бы Украина вся была за Израиль. Конечно, все бы говорили, надо поддержать Израиль. Тем более в том первом случае речь шла про ядерное вооружение, то, которое когда-то Украина по величайшей своей ошибке и оплошности, поверив доверчиво, понимаете, веря в лучшее, отдала и сейчас страдает именно от этих вот решений. Как же можно другим советовать делать подобное? Поэтому я считаю, что это все из-за того, что недостаточно огласки. И вот конкретный этот человек, который дал интервью на эту тему, посол в Израиле украинский, вот он принял такое решение. Я не знаю, как это объяснить. И я думаю, что главный Равин написал письмо на имя министра иностранных дел Кулебы. Я думаю, что этот вопрос будет рассмотрен. Чрезвычайно досадно, что это второе голосование предшествовало изменению позиции. И надо срочно, срочно эту позицию менять. Вы же сами знаете, Гарри, что голосование против Израиля происходит с досадной регулярностью. Да, значит, ровно три предложения. Первое. Посол Украины в Израиле Корнячук ничего не решает. Голосует полномочный представитель Украины в ООН, который подчиняется непосредственно канцелярии Министерства иностранных дел и лично министру иностранных дел Кулебы. Корнячук – это отстой. Место его в тюрьме, откуда выпустили его по криминальной договоренности, что его тесть не будет свою кандидатуру выставлять. Там вообще говорить не о чем. Это, понимаете, уголовник, бывший армейский политработник, которому нашли вот такой вот синякуру. Я бы его близко не пустил. В крайнем случае он может быть в школе учителем труда, как ведь руки не тем концом. Вот это. Первое. Второе. Абсолютно понятна речь о том, что голосует не украинский народ, а украинское государство. Речь именно о государственном аппарате, а не о народе. Не факт, что украинское государство, как и любое, как и в гораздо большей степени российское государство, не отражает всегда и во всех случаях интересов украинского народа. И тогда встает вопрос, насколько коррумпировано правительство украинского государства, сколько там воров, сколько там врагов Украины и украинского народа, и как их можно взять за все места и посадить хотя бы лет на 10, чтобы они носа своего оттуда не показывали. А Кулебу на фронт. Автомат в руки и на фронт. Только там его место. Мешаться там будет. Михаил. Вы знаете, кроме этого, извините, чтобы закрыть вот уже, кроме этого досадного, ужасного досадного, страшного эпизода, я видела со стороны Кулебы очень много профессиональных шагов. Я не понимаю, как человек с его интеллектом и его уровнем мышления может допускать подобные досадные оплошности. Не понимаю. Я думаю, что он это должен пересмотреть. Его принципиальная и осмысленная позиция. А в таком случае с ним и с государством, в котором он работает, лично я ничего общего иметь не желаю, пока он возглавляет Министерство иностранных дел Украины. Вот пускай он на себе оружие возит. Я добавлю только то, что, Мария, абсолютно правильно, я понимаю вашу досаду и вашу, можно сказать так, обиду, обиду, это плохая вещь, но дело все в том, что ты можешь быть прекрасным командиром и делать все правильно и достичь высоких чинов, но как только ты допустил грубейшую ошибку, человек в честь должен подать в отставку и сказать, я не справился, я ухожу. Поэтому я не говорю, что делать министру Кулебе, но так поступают обычно люди благородные. Теперь у меня вопрос к обоим к вам тоже. Ну как же нам исправить такую досаду, потому что это стоит в жизни украинских воинов и гражданского населения. И это будет, расплата за вот эти ошибки будет высокой, если вы со мной не согласны, пожалуйста, можете аргументировать. Но как же ее исправить? Вы думаете, Михаила, Мария, вы думаете, если мы создадим петицию к господину Кулебе или к президенту Зеленскому, подписано, чтобы перенесли посольство Украины из Толя-Авива в Иерусалим, исправить поможет это или нет? Я думаю, да, если Украина будет за такой перенос, почему, да. Но это же сделал уже Соединенные Штаты, это сделал президент Трамп. Хотя это решение было принято намного раньше, но его постоянно передвигали и перекладывали. А Трамп нашел в себе мужество и сделал этот шаг, да. Значит, для этого и мужества не надо было никакого. Для этого нужно было только хотеть. Хотение последние 20 лет называется громким оборотом политическая воля. А на самом деле не хочу, не хватает политической воли. Убрать надо на самом деле как минимум верхнюю половину всего Министерства иностранных дел. Вы убрать не ошибетесь, потому что никого хорошего там, с существующими делами, в полойке вещей сидеть все не может. Вот и дело с концом. Потому что от президента Зеленского зависит перенос посольства. Не переносит, значит, не хочет. Ну, не хочет, так о чем будем разговаривать? Ну, президент Зеленский сейчас занят настолько текущими вопросами на фронте. Пальцами и сказать перенесите. Больше от него ничего не требуется. Все остальное сделает аппарат, между прочим. И это будет сохранить много жизней. Это сохранит много жизней украинских воинов. Отличная идея, Гарри, написать подобную петицию. Я думаю, попод загладить. Загладить весь осадок, который остался после голосования. Это сохранит сотни или тысячи жизней украинских воинов. Вот что это сделает. А это для меня лично самое сегодня главное. Так что я исчерпал все вопросы к моему уважаемому любимому Михаилу. Если, Мария, у вас что-то еще есть помучать моего друга, то продолжайте. Михаил, я хотела бы уточнить, я вас действительно мучаю? Господь с вами. Господь с вами. Очаровательная молодая женщина, я вас мучаю. Да, да. А это еще помучьте, помучьте. Михаил, вы знаете, ваш вклад на самом деле бесценен. И от вас люди в состоянии воспринимать правду. На вас миссия, когда об этом пробуют говорить другие люди даже гораздо в более мягкой обтекаемой форме, и то у них не получается. А у вас получается говорить то, что они вообще ни от кого другого слушать никогда не будут. Я считаю, что это совершенно уникальное, отдельное ваше дарование, кроме того, что, кроме вашей философской системы, кроме вашего величайшего писательства дара. Это отдельная возможность. Я не знаю, как это объяснить. И поэтому я пользуясь тем, что я нахожусь сейчас в поле мастера, хочу у вас спросить совета. Мне кажется, у нас нет расхождений действительно по тому, что происходит. Но ведь не может быть, что вы с вашей проницательностью не знаете, как действовать даже нашей маленькой группе, чтобы повысить свою эффективность. Знаете, здесь надо подумать. Здесь так сразу ответить ведь невозможно. Ведь такие вещи, они должны быть просчитываемы на сколько-то ходов вперед, да на разные варианты. Здесь действительно надо думать. Пока я могу сказать, что, во-первых, большое спасибо за доверие, во-вторых, большое спасибо за приглашение, в-третьих, по поводу ваших комплиментарных слов, моя любимая цитата у Стругацких, легко и сладостно говорить правду в лицо королю, из бессмертного трудно быть богом. Вот как-то так понемножку. Так что вот можно сказать, я вам шлю воздушные поцелуи, спасибо и всяческих благ. Михаил, я присоединяюсь к Марии, знаете, мне тоже очень часто пишут люди, вот на пляже подходят ко мне или еще где-то. Мне говорят, вы правда знаете Михаила Веллера? Ну так, слышал про него. Они говорят, вы могли бы ему передать, как мы его любим, как мы его любим? Они не могут, они не могут даже, я говорю, он в курсе. Мой ответ, когда я ему, он в курсе, что вы его любите, он понимает это все, давайте это все мне, я это все придумаю. Вы знаете, у меня мгновенность только. Вы правда знаете Михаила Веллера? Знаю. Дайте 5 долларов. Ну, денег нет, вы держитесь там, без этого нет. Спасибо большое. Спасибо вам. Я смею надеяться, Михаил, что поскольку на мой последний вопрос вы пока не дали ответ, это значит, это значит, ну, то есть вы сказали, что надо все просчитать, это значит, что у нас будут еще встречи и мы сможем эту стратегию обсуждать в дальнейшем. еще как, особенно в мирное время, особенно лично. Я счастлив. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Огромное спасибо всем. Спасибо большое. До встречи. До встречи.